Недавно Алексей Арестович выдвинул предложение переименовать Украину в Русь-Украину. Даже подметил, что в офисе президента уже работают над этим. Данное предложение не нашло откликов правящей верхушке. Особенно эту идею раскритиковал Дмитрий Разумков. Он подметил, что Арестовичу лучше иногда промолчать, чем что-то говорить. По мнению Разумкова, всех жителей страны устраивает название, и менять его не надо. Это не позиция разумного государственника, особенно в такое время. Я не знаю, в каком состоянии люди комментируют, мне сложно ответить. У меня нет информации о том, что такой закон готовится в аппарате президента. Надеюсь, это фальшивка, добавил он. Дмитрий Разумков также высоко оценил возможность кадровых изменений в кабинете министров осенью 2021 года. По словам пресс-секретаря, некоторые министры будут вынуждены уйти в отставку в добровольно-принудительной форме. Отставка возможна. Есть министры, которым есть вопросы. К некоторым от меня лично. Я пока не буду называть фамилии, сказал депутат. Председатель Верховной Рады также отметил, что в кабинете министров есть министры, которые могут оставить свои посты по своему желанию. Есть те, кто может уйти в отставку самостоятельно. А есть те, кто может покинуть свой пост в добровольно-принудительной форме, сказал спикер парламента, добавив, что ротация кадров в правительстве может произойти после шестого пленарного заседания. Кроме того, недавно были представлены ключевые проекты Министерства внутренних дел. В ходе презентации глава МВД Денис Монастырский сообщил, что президент Украины Зеленский поставил перед ними конкретную задачу – строительство украинско-российской границы. Монастырский заявил, что потребуется построить около 4500 километров сухопутной границы Украины. Приоритетным в строительстве являются участки границы с Россией, Белоруссией и Молдовой. Министр сказал, что проект уже прорабатывается с большинством украинских министерств и с 16 областных администраций, где ожидается реконструкция границы. Он подчеркнул, что это интеллектуальная граница, а не просто РОВ. Планируется оборудовать границу системами видеонаблюдения и сигнализации. Мультисенсорными системами и приборами дистанционного управления. Также они планируют использовать вертолеты и дроны. Монастырский также говорил о необходимости защиты морских границ. Планируется построить 20 лодок для пограничников. 15 во Франции, 5 в Украине. Глава МВД объявил о презентации первой лодки до конца года.